Сколько денег? Сколько денег? А то вдруг сейчас покупатель такой, блин, я хочу. Сегодня приходил человек, предлагал 100 долларов. Вот я тебе скажу, за вот эту вещь, предлагал 100 долларов сегодня. Ну и что? Так уж же растет, ну забрать. Ну ты же меня знаешь. Совсем скоро этого места вообще не будет, здесь будет абсолютно другое пространство. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ну что ж, в этом выпуске тоже будут антикварные интересности. Это будет поход в антикварную лавку на Салтовке, которая называется просто антикварная лавка. Также я вам покажу, что случилось с базаром, с барахолкой на героев труда в городе Харькове и как ее сносят. И возможно там уже нет этого здания. Вот и посмотрим какие-то интересности, что есть в этой антикварной лавке. Возможно вам что-то приглянется. Я пересекусь там с каналом Лавка удовольствий. Так что если интересна тема, продолжайте смотреть. Обязательно поддержите лайком это видео. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый выпуск. Я стараюсь делать эти выпуски для вас. Ну что, поехали! Так, ну вот, на 62-м тоже есть вот такая лавочка старинных вещей. Салтовка. И здесь покупают. И может что-то для себя приобрести. Для декора, для радости. У меня под Новый год, под елочку Деда Мороза можно поставить. Видите, фарфоровые статуэтки. Ну, вы видели, что у меня тоже есть такая небольшая коллекция. В прошлых видеороликах я показывал. Вот. Ну, столовая серебро. Я пока так к нему ровно отношусь. Мне, конечно, интересны игрушечки. Вот, папье-маши. Я сейчас покажу вам дальше. Интересные старинные какие-то советские или довоенные, если есть. Это, конечно, прямо класс. Если у вас, кстати, есть на обмен или на продажу, пишите мне, пожалуйста, в Телеграм. Контакты мои будут в описании или просто под роликом. Я с радостью с вами свяжусь. Чем-то поменяемся. Что-то можно продать. Гляньте, какие ложечки с эмалью. Ножечки. Все с клеймами. Вон та штука, которую нужно угадать, что же это. И получить приз. Секундомер интересный. Вообще, всегда прикольно к таким моментам, к такой истории прикасаться. Видеть это что-то невероятное. Вот у нас новые десяточки, 2 гривны. Как видим, там 2000-е годы, кстати, довольно дорогие. Но в таких монетах важно состояние. Важно очень, насколько, если вы берете к себе в коллекцию монету, то однозначно берите в идеальном состоянии. Вот то, что здесь, к сожалению, не то. Небольшая сабелька интересная, красивая. Саш, ты видел тут какая витрина? Очень красиво. Вот тут сабелька, такие эти штучки. Монета Украины. Ну, к сожалению, сохран тут не очень, я уже сказал. Важно в идеале в коллекцию брать. А так, в целом, эмальки мне нравятся. Я думаю, что когда появится у Юры проходняк такой, что будут... Ну, если ты хочешь, что это... Хорошо. Только, чтобы ты как в Нагорне играл. Тогда это у Лёши? Он вообще четко. Да, да, да. Совразу прям... Я просто талантливый. Да. Можно прокатиться, Лёш? Ага. Что же это такое может быть? Слушай, так это очень интересно. Что, что это щетка, это понятно. Ага, тут есть клейма. 84, серебришка. Да, серебришка. Серебришка. Для чего? Напишите в комментариях. Ну, там нарисована женщина, давайте подумаем. Наверное, что-то женское. Или наоборот, что-то мужское. Айбелана... Вот её. У неё есть чехольчик? Да, чехол вот есть. Слушай, чехольчик. Это тебе это если продали, да, Юр? Да, да, да. Или ты купил где-то на аукционе? Да, да, да. На аукционе? Да, я купил на аукционе. Сколько такое может стоить, чудо? Просто невероятно. То есть это... Вот 4000 гривен я хочу, как бы. 4000 гривен. И мы не знаем, что это. Нас больше интересует, за сколько ты купил. Точно, что чувствую 200 гривен. Ну, чувствую. Нет, нет, больше. 220. Больше, больше. Это кожа такая. Да это серебра тут только на 200 гривен, ты шо? Кожа, ну, слушай. Просто красивая очень вещь. Ладно, ты на окинок меняешь? На окинок. Ну, надо подумать. Ну, давайте. Ну, давайте. А вот... Кстати, друзья, посмотрите видео про этот окинок. У меня есть на втором канале. Вообще, это феноменальная вещь, которая действительно... У нее огромная история. Больше 2000 лет этот меч пролежал в земле. Вот полный обзор есть на моем втором канале. Сейчас вы увидите ссылочку в подсказке. Там история этого меча, как он выглядит, полный-полный обзор. Скифский меч окинок. Так что, если интересно, обязательно переходите по ссылочке. Так, продолжим дальше в магазине. Гляньте, гляньте, уже появилось что-то тут. Много всего разного. Есть какие-то... Какой красивый я этот купил. Часики. Это уже 84-очка. Сиденька, сиденька. Самый из закрома достаешь. Самый интересный интересный. Закрома. Закромовую. Ну, а что там самое прям такое, что супер показательное? Премьера. Вот это, вот это, вот это премьера. Это хорошее еще. И... Уже премьеры показывают. Это реально премьеры. Сегодня приходил человек, предлагал 100 долларов. Вот я тебе скажу. 100 долларов. Предлагал 100 долларов сегодня. Ну и что? И что? Так курсы растут. Ну забрать. Ну ты же меня знаешь. Молодцы. Правду про тебя люди говорят. Ай, только не это. Я тебя прошу. Только не это. Они меня съедят. 100 долларов. Что это вообще такое? Это какая-то икорница или может быть, ну, соль так не хранили. Вот, 84-очка. Серебро. Такое-то полировано. Знаете, побрали солонка. Мало то, что солонка. А знаешь, где купленная? Ух ты! Да ты что! Это солонка купил у тебя. У меня такой чашки нет. А знаешь, почему ты ее не узнал? Ты ее на чекрыжил, да? Она была темная. Да, человек есть очень хороший. Он занимается такие реставрацией, разными маляровками и все. И вот он смотрит, что... Я даже себя вижу. Даже Лешу там вижу. Да, мне тоже приятно. Как, Леша, ты что не показываешь? А там не поймут. Это та солонка, помнишь, которую ты мне продал с якобы волшебной твоей серебряной ложечкой? Это бонусом тебе было, не надо рассказывать. Ложечка была бонусом тебе в подарок. Вот. Ну, я думаю, что соль. Вот так люди насыпали соль. Да, да, да. Может икру... Не, ну, мне кажется, с икру будет поинтереснее. Солонка, это 100%. Если хочешь продавать, надо должно быть с икрой. Чтобы дорого продалось. А еще лучше насыпь туда красной икры с фотографией. Ну, мне так понравилось. Ну, представь, какой будет у тебя вид. Ладно, покажи, что у тебя есть по монетам. Сколько денег? А то вдруг сейчас покупатель такой, блин, я хочу. Ну, я... Я не... Это опять начало. Ну, черт, ну... Сейчас знаешь, почему не могу сказать? Потому что я купил... А он знает, почему. Все. Ладно, говори, он не слышит. 1600 гривен. 1600 гривен. Столько. Все, Саша, можно. Можно заходить? Да, да. Все, Юр. Да. Правду про тебя люди говорят. Я тебя прошу. Я тебя прошу, только не сделай это в ролике. Это будет уже 4 раза звучать. Это просто... Это реально будет филаска. Это будет клеймо просто. Это 100%. В YouTube это так. Прилипает и все. Потом не отмоешься, никогда не читай. У нас в Харькове есть еще герой труда, где выносят разные тоже такие свои там ненужные предметы, монеты. И, собственно, вот так вот барахолка выглядит. Конечно, очень много разного железа. Очень много каких-то... Ну, таких предметов, которые в быту, скорее всего, пригодятся. Ну, прям коллекционных вещей не очень много, к сожалению. Вот. Ну, сегодня будний день, так что людей немного. А, конечно, в выходные гораздо-гораздо побольше. Ну и сейчас еще раннее утро, все только-только выставляются. Вот, в принципе, можно подобрать что-то для себя в плане техники. А сколько стоит? Что гривен? Ага. Гривен. Статуэточки. В целом, думаю, такие подобные... Подобные встречи больше на скупку у населения ориентированы. Потому что... Ну, потому что что-то стоящее, конечно, легче выставить на аукционе. Выставляют на Виолити, выставляют на не-аукцион. Так, друзья, я приехал на Круглый рынок, чтобы показать, что сейчас с ним происходит. И совсем скоро этого места вообще не будет. Здесь будет абсолютно другое пространство. У нас полностью огорожено. Вот эти строительные работы проходят. Продукты. Но в целом, в целом, пространство, конечно, использовалось не полностью, не идеально. Вот, гляньте, какой, собственно, рынок. Пока он еще есть здесь. Можно на него посмотреть. Но я вижу, что работы проводятся. И совсем скоро здесь... Вот здесь собирались у нас люди с разным товаром, взрослом. Внутри вот так сейчас происходит процесс строительства. Ну, и с другой стороны также стояли люди, которые торговали. Торговали разными своими антикварными вещами. Вот такой поход в антикварную лавку. Спасибо всем, кто посмотрел это видео, друзья. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. Посмотрите видео про 10 гривен с конкурсом. Поучаствуйте. Я уже на этой недельке сделаю розыгрыш. И подписывайтесь на мой второй канал, друзья. Там много всего интересного. Всем пока. Спасибо.